2022 выдался непростым для тревожного ведомства, особенно пожароопасный сезон. Из-за жаркой погоды огненные стихии часто бушевало в лесах. Выгорело в этом году в общей сложности более 190 гектаров. Пик пожаров в природной среде пришелся на август. Тогда масштабно горели леса в соседних регионах и в нашей области сотрудникам МЧС во взаимодействии с органами власти, добровольцами, военными удалось не допустить перехода огня на территорию 33 региона. Не радует в этом году и статистика по возгораниям в жилом секторе. Возросло количество погибших на пожарах. Огненная стихия унесла жизни 120 человек. Это на 30 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Возросло количество пожаров в этом году в одноквартирных частных жилых домах практически на 26 процентов. причины преобладали. Тоже заметен рост. Это неосторожное обращение с огнем. То есть граждане, в том числе в алкогольном состоянии, пренебрегали мерами пожарной безопасности, связанными с открытым огнем. Соответственно, почти на 16 процентов возросло количество именно погибших, связанных с такими причинами. В целях предотвращения трагедии управление МЧС каждым годом усиливает профилактическую работу с населением в рамках рейда. В том числе сотрудники ведомства совместно с органами соцзащиты оказывают помощь в установке пожарных извещателей. А еще управление обновляет материально-техническую базу подразделений. Так, в этом году 19 единиц техники поступили в помощь пожарным и спасателям. А в последующие годы в планах ведомства больше внимания уделить состоянию объектов гражданской обороны. В частности, систему оповещения населения ждет реконструкция. В следующем году мы приступаем к объявлению соответствующих процедур и разработке уже проекта реконструкции оригинальной автоматизированной системы оповещения. Ну, по нашим меркам, это будет, наверное, следующий год занимать все вот это. Потому что система современная, нужно учесть многие факторы там, ну и, конечно же, стоимость. И потом уже поэтапно перейти. Мы говорим о том, что она сегодня тоже работоспособна, отвечает установленным требованиям, но мы смотрим вперед, поэтому сообща занимаемся. Деньги на реконструкцию системы оповещения выделят из областного бюджета, а еще из региональной казны потратят деньги на приведение в нормативное состояние защитных сооружений в области. Речь идет о 50 объектах. В следующем году на необходимые работы планируется выделить 100 миллионов рублей.